девочки всем привет сегодня мы с вами тестировать две новых палеточки от ламель вернее даже три и будет у нас такая собирашка какие палеточки это две таких крупных палеточки ламель которые заявлены как мульти палетки то есть им можно губы оформлять глаза лицо ну то есть вот хайлайтер например и еще до кучи вот когда этим уже накрасимся мы попробуем с вами такие глиттеры как они будут держаться если получится то я еще за сниму так называемый вечерний чекин я сейчас по делам пойду и вам покажу насколько будет ситуация с глиттерами плачевно не плачевно никакого клея дополнительного девочки у меня нет я взяла на всякий случай консилер обычный от рефлеем и будем сейчас смотреть как мне кажется они сухие глиттеры на таких вот суховатых тенях не будут они держаться но мы сейчас все проверим на тени эти суховатые посвочим я так поняла несмотря на то что они все шиммерные они не такие жирные кремовые как например у революшен или у эссенса другого качества скорее всего будут супучий но это мы сейчас нам все по ходу процесса так сказать обсуждать и смотреть и еще девочки хочу вам показать я уже третье видео подряд забываю вам опять в очередной раз похвалить вот этот то ли это бальзам то ли это плампинг какой-то сейчас я точнее скажу а нет увлажняющая губная помада калри шайл лаковое сияние и невероятный комфорт девочки вот именно так оно и есть вот правда лаковое сияние невероятный комфорт пока не забыла в первых рядах хочу показать и обсудить начинается моя любовь вот началась именно с флакончик он настолько приятно сделано как-то дорого и качественно плотный такой какой-то пластик напоминающий стекляшку очень классная помада и вот она дайте посмотрим у меня на губах оттенок 642 и сейчас достану лаково сияние думаю что же мне напоминает дано прям рада лаковая девочки она такая комфортная до нас и я это так вот глянцевым блеском 642 до оттенки вам сказала такая мокрая в давище но вот действительно бальзам и если девочки вы возьмете ярко ватка то есть вероятность того что она будет затекать в трещинки а вот этот нюдовый оттенок даже если он так сделает а у меня он так делал я видел наш карнизу как-то вот то его не видно вот этих зателков на потому что очень нюдовый оттенок комфорт невероятный вот прям какое-то такое разглаживание губ общем я доволен чрезвычайно и довольна тем что она светлая мне не нужно будет вот как-то ходить опасаться что там какие-то у меня подтеки или что-то если вы хотите другое более яркий оттенок иногда девочки нам страха страховаться нужно нужно будет консилером карандашом для губ потому что ну так вот и без конца заглядывать зеркало тоже не комфортно то есть следить постоянно думать как на месте не на месте помадка так значит девчонки все мы посмотрели на помаду обсудили наконец-то я мою похвалила в очередной раз и вы давайте приступать к макияжу палетки 2 поэтому будем одну сюда одну сюда на глаза использовать и начнем давайте с фиолетовой рефила здесь очень крупные по 3 грамма в каждом решили я не понимаю зачем так много 12 граммов соответственно в палетке ну хорошо ладно можно еще хайлайтер да там применить по этому назначению но куда девать темный серый в объеме 3 грамма это это очень много давайте немножко добавим сюда хайлайтер у меня сегодня такой хайлайтер скромный ага да это хорошо сие кисточка только маленькая ну да можно девочки видите тут татьяна ком белый хороший качестве хайлайта многим подойдет дальше счет сюда добавлю чтобы одинаково было сегодня у нас дневное освещение если мы в первой половине и я думаю вам хорошо будет видно девочки до матовых нет будем прямо вот начинать так начну вот с этого оттеночка я девочки этим еще с вами посмотрим на сочи до состоит какой-то оттенок из крупинок как топ какой девочки это сияющих частичек состоит от тем дать поближе вам смотрите вам видно не нет вам не видно давайте я сразу покажу вам с 4 сводча этой палеточки они как будто разного качества терифила то есть разные текстуры все все четыре разные текстуры вот то вот эта палетка под номером тон 2 называется тон 02 это вот такие сочи первых дверь не два светлых оттенка они на какие-то хлопья распадаются не знаю я послушала рекомендаций известного блогера на ю тубе вот уже вторая рекомендация его мне не в восторг не приводит блогер мужского пола девочки зовут марка уфман вот второй раз уже первый раз палетку от венцово купила ну вообще вот не в восторге и вот сейчас с этими тенями тоже так он их хвалил я немножко недопоняла за что но возможно мое мнение сейчас изменится я рассчитывала что эти тени будут более кремовые они прям какие-то сухие это не говорит конечно что они плохие просто наверно мои ожидания были другими из-за этого у меня такая какая-то реакция хорошо что у меня с собой консилия потому что сыпется очень прилично тенюшки эти хочется какой-то яркости вот этого оттенка добиться такой же как он на сочи их наверное можно и влажным способом эти тени он усыпется вообще конечно сейчас все ведь размазано будет так теперь серый беру оттенок и вот сюда ты видите кисть обязательно стряхивать нужно вот как меня бесит вот сейчас опять все вытирай под перемазан и консилер что-то я уже намочилась с этим мамой третий день я тестирую этот бренд и сыпется к вообще конечно вот вроде говорят да это не имеет значения но ты же где в день если делаешь что вот имеет значение начинает уже надоедать это нанесешь так вот до хайлайтеры все и потом вот это переправлять приходится но тушуется между собой неплохо учитывая смотреть девочки что это все-таки типа шиммер так что снизу сделаем тем не еще одна кисть тоненькая внизу серым сделаем без матовых очень тяжело красить без матовых тяжело самым светлым который у нас был хайлайтером уголок немножко нанесем да он хорошо сияет может попробовать его еще на центр глаза вот сюда нанести это самое светлые сюда наношу так давайте второй глаз прикрасить другой палеточкой потом подведем карандашом сделаем реснички как всегда здесь мы начнем вот с этого оттеночка светленького да он должен голографик сияет так красиво дальше возьмем вот этот оттеночек красивый тоже такой он с блёсточками у нас буду стряхивать потому что очень сыпется сильно этот макияж получится нам нюдовый такой глаза сильно разные будут потому что здесь вообще темных никаких нету красные сейчас будем вот 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 в этот также внизу проведу им девочки это будет очень нюдовый вариант с этой палеточкой она идет номер 01 вот яркости вообще нечем наводить вот это все то что можно по яркости отсюда выжить если других не не добавлять палеток сюда то вот так будет вот давайте ресницы сделаем тоже так непонятно они все в тенях и карандаш конечно вот эта палеточка мне больше нравится это очень прям совсем нюд прям какой-то если их совмещать две брать да можно серым затемнять хотя бы и фиолетовый здесь яркий а вот вы с этим глазом вообще ничего яркого потом будем глиттер смотреть наверно девочки да то есть все равно без ресниц глиттера никак не смотрятся у нас все готово и вот так смотреть невозможно то что слишком большая разница между палетками давайте девочки посмотрим прикрыв один глаз это у нас вот эта палетка и теперь неудовую палетку все вместе конечно слишком большая разница но как вы понимаете мне нравится вот это вот это очень очень скромно все это карандаш спасибо карандаш немножко помог ну прям совсем хотя вот так вот ходить если могут темные глаза не уместно ли там вы их просто не любите то очень даже ничего так что одна палетка для любителей поярче другая для спокойных макияж подходит связи сияет давайте я вам покажу сводчищу вот этой палетки под номером 01 как они выглядят тут можно видимо сияющие румяна делать с помощью до кораллового этого оттеночка хайлайтер имеется в наличии ну вот так девчонки что-то вот еле видно да давайте попробуем наслоить даже на пальцах нам лучше видно ну вы видите что вот но не огонь еле-еле вот этот оттеночек проскальзывает может быть они в ну вместе и это и 0 1 0 2 будут работать но непонятно кому это надо вот смотрите огромный объем удобно конечно может визажистом пользоваться они красят большое количество людей мне например не надо такое покупать две палетки чтобы из них совмещать у вас будет два хайлайтера до светлых много ну вот смотрите надо она не надо стоит палетка в районе 500 рублей даже может чуть больше где-то 600 это уже 1200 получится опять-таки за тебя громущие рефилы они с вкраплениями с блестяшками не знаю очень сыпется сильно даже опытному так сказать красильщику такому как я тяжеловато несколько раз подтирала по перемазала консилером все замазывала это я девочки вырезала все невозможно я уже чуть ли не психанула и вот прям до бешенства доводит них не знаю хотелось бы так объективно как-то отнестись и похвалить ну что-то у меня понимаете хочется взять на красице побежать они вот сидеть полдня подтираться ну я не знаю мне вот меня вывесила например сегодня это тени неплохие но и никакие там сверхъестественные не знаю не могу ничего хорошего пока сказать о них надо пробовать еще будет они видите девочки они прям так вот сияют хорошо такие они если у вас прям любопытство мучает и вам нравится например все рекомендации которые марк дает вам все прям заходит то берите пробуйте девочки говорить конечно я вас не будут покупки так теперь давайте мы с вами попробуем то что я купила по собственной уже инициативе не саня опираясь на рекомендации вот такая палетка глиттеров конечно все дешманское такое и стоит она тоже что-то там 200 рублей каких-то и давайте пробовать сюда сейчас мы попробуем нанести розовые вот такие а на этот глаз давайте попробуем эти лимонные очень красивые и будем смотреть что получится нички глиттер держится очень хорошо мне кажется они не будут осыпаться они прям вот приклеились и все очень украшают здорово очень красиво сразу бабам сразу бабам такой и уже не хочется так сильно ругать тени парить класс да сразу как красиво такие прям такой вечерний макияж получился девчонки да супер просто да и уже вот эта палеточка как-то больше нравится мне вот это изначально фиолетовый больше нравилось а вот это совсем светлая так значит и давайте еще один попробуем сейчас немножко подправлю подрисуем поярче то что разные глаза у меня мне идти над на улицу глиттера что набрала много глиттера можно сделать очень яркие нам перекрыла собой видите лимонная много набрала он прям перекрыл цвет тени этот глиттер сюда что конечно не хватает накладных ресничек но очень красиво девочки сидит неплохо если там будет даже несколько осыпашек на лице не страшно я бы простила этой палетки за 200 рублей за то что она может так так украсить здорово макияж интересно если розовый я добавлю он будет также перекрывать здесь прям как плотным слов как с оттенком тени и легло да девочки можно пром перекрыть полностью века смотрите класс да немножко у меня появились а сапашки с пальцем вот они да разместились прям по лицу очень красивый глиттер я прям в восторге вывод такой у меня палетка глиттеров понравилось пока даже больше чем вот эти палетки девчонки но от глиттеров как-то можно простить дали то две три осыпашки а вот когда ты красишься у тебя прям без конца вот эти вот такие сильные осыпашки не знали не нравится чуть-чуть я еще могу простить даже внимание обращаю еще наверное попробую другие оттеночки не знаю в каких выпусках покажу вам макияжах из косметички алина сегодня девочки все какой вывод глиттер и кто любит пользоваться и носит их днем я могу вам посоветовать знаете даже не страшно если вам не сильно понравится не таких за облачных денег это палетка стоит улыбки радуги она продается там бывают скидки бывает 15 процентов и даже по 40 процент не какие-то улыбки радуги следить девочки можете еще за копейки купить вот эти палетки то от ваших предпочтений зависит я бы спокойно например могла бы и без них обойтись но меня очень любопытство разобрало что же это за качество теней такое жалею ли я о покупке ну наверное скорее да скорее да не вижу как бы необходимости мне больше нравятся большие палетки где все сразу под рукой затемнение и закрепление базы вот это какая-то задумка недоработанная что ли либо их надо было сделать меньше и больше сюда рефилов либо это просто для выпуск какой-то для визажистов я не поняла ну не знаю смотрите сами нравится он таки качество теней сияет неплохо но сильно очень осыпается кисти у меня всегда такие я постоянно работаю каждый божий день вот этой кистью и это не из-за нее такая сопучесть в общем вот такой девочки вывод все давайте мы с вами на этом простимся здесь я вам было чем-то полезно и пишите ваши пожелания относительно наших с вами палета которые будем обозревать ближайшее время и до скорых встреч пока пока вам здоровья счастье не хворайте не болейте не грустите и до скорых встреч